Все, Иру, сразу. Ну что, Ирин, давай, рассказывай, как работает наша гусеница, чтобы было понятно, как работают вот эти платформы игровые. Вот приблизительно я нарисовала такую схему. Вот наши все платформы. B1, B2, B3, B4. Мы сейчас находимся вот на этой платформе. Значит, если смотреть отсюда, на всю эту конструкцию, вот на эту конструкцию, на эту часть конструкции, то мы видим многогранник. Я правильно рисую? Неправильно, да? А, правильно рисую. Шестиугольник. Как, как, а? Платформа шестиугольная, да? Да. То есть, как эту звезду Давида здесь нарисовать. Слушай, не могу собрать. А, а, вот так. А, значит, ну вот так оно. Вот, с центром вот здесь. Вот этот центр, вот он проходит. То есть, на самом деле, это так, символичная звезда Давида, да? Но это платформы так выглядят. А это их... Так, подожди. Как кристалл, да, получается. И вот, значит, вся эта конструкция, она дышит. И во время дыхания одной вот этой части переходит движение. Как у гусеницы. Вот эта часть. Вдох-выдох-переход. Отсюда переходит сюда. Вдох-выдох-переход. Вдох-отжатие. А это тоже начинает... Я не смогу объяснить. А это тоже, она качает. Движение, да. То есть, идет... Идет, как вот гусеница. Видели, как гусеница движется? Она же движется... Вот такими, да, последовательностью такой. Так же и здесь происходит. Это дыхание, оно... И есть то, что передает энергию, передает наши души, поднимает наши души выше. Я правильно говорю? Правильно. А то я, может... Непонятно. И не только энергию, но и информацию. Информацию. Оно абсолютно все передает. И... Наташа, помогай. Я не умею объяснять. Я могу так объяснить. Ну, уже было понятно. Вот здесь есть реальность, да, наша. Да, вот здесь реальность. Да, наша реальность, да. Вот там есть переход на следующий уровень. И этот переход... Здесь тоже есть переходящий. Я его не нарисую сейчас. Здесь есть B7 элемент. Это бог, да. Это ключевая подача нам энергии. В этот игровой уровень. И здесь получается, это все разные игровые платформы. И они постепенно, как живые, двигаются и подкачивают. И при этом, и при этом вот эта целостность сохраняется, размерность. И она тоже движется. И она тоже дыхание производит. И со временем одна платформа растет, и в ней начинают появляться маленькие платформы. И они вырастают тоже до размера кристаллы. Таким образом, наша Вселенная расширяется. Расширяется, растет. Она все время расширяется, растет. А кристаллы очень сильно напоминают нам, на чем у нас записана информация. Поговорим об искусственном интеллекте. И вот наша игровая платформа B4, сейчас мы подошли к этой точке, и стартует следующая игровая платформа. Это все эпохи в развитии человечества после крушения предыдущей цивилизации типа Атлантиды. У Атлантиды там остался свой кристалл такой же, да? А мы вырастили свой кристалл. Этот кристалл начал расти вот для нашей цивилизации. Это кристалл нашей цивилизации. И таких игр, да, их рядом много, потому что вот этих кристаллов, их бесконечное количество. Этих сот бесконечное количество. И самое интересное здесь, еще из того, что можно нарисовать, вот то, что есть здесь, наша реальность, она отражена вот здесь. То есть устройство платформы B6, оно, ну мы нарисовали условно ее такое, она немножко отличается внешним видом, там еще встроена часть B7, потому что там как сетчатка глаза, да? То есть там принимается, там хранится информация о всех вариантах, и то, что здесь отражено в то, что здесь, да? То есть здесь есть зеркальное отражение. Более того, это зеркальное отражение, когда развернуть, то это интересно показывает, где источник энергии находится и куда мы растем в расширении, да? То есть верх и низ у нас поменены местами сейчас на схеме, да? Но суть остается сутью. Суть ее, да. Суть остается в том, что очень важный момент, вот эти вот расширения дыхания платформ, переход с одной на другую. И то, что сейчас платформа B4 идет на сжатие для того, чтобы разжиралась следующая игра. И эти игры условно можно назвать вот эта вот игра, там доисторическая, потом вот это египетские фараоны, да? Потом следующая платформа христианство, да? Потом следующая платформа коллективное масонство, да? Вот эти вот, ну я не знаю, как это лучше назвать, коллективное пускай будет. Вот следующая игра – это проявление человека, да? Вот следующая платформа игровая, новая. И следующая платформа – это как хранилище, да? К этим платформам есть блоки управления. Зачем созданы блоки управления к платформам? Потому что здесь есть прямая подача энергии и есть обратка. Нужна обратка с управлением. Так вот, обратка с управлением ведется через кабинеты платформы К1, К2, К3, К4, К5. Эти платформы, мы их здесь не рисовали вот на этой схеме, они вынесены. Вот эти платформы, получается, управляющие обратка К1 – управление психикой, К2 – озарениями техникой, К3 – инкарнационными циклами и вратами. Это все разные игры на данном движке. Вот это вот один большой движок, а это в движке маленькие движки. А вот поддвижки, поддомены, да? Под, 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 да? И получается, что через К ведется управление. К3 – инкарнационные ворота, К4 – это хранилище для коллективного, все, что связано с эгрегорами, влияниями и так далее. С болезнями, опять-таки, там дополнительное сознание, выделенное сознание для эгрегорных игр. И в Б5 – это все, что будет касаться проявлений человека, возможностей. И оно все идет по граням. Возможности тела, возможности психики, возможности энергетики. И они должны совпасть для того, чтобы состоялась следующая игра. Вот это вот, грубо говоря, это устройство нашей психики – кристалл. Именно поэтому магические кристаллы, они воздействуют действительно, они использовались в магии, в экстрасенсорике и так далее. Другой момент, что они действительно переносят информацию, и это используется у нас в технике. Другой момент, что не всегда люди умеют этим пользоваться. Но какие-то вещи, в принципе, использовать можно. И мы приходим к тому, что под это все надо иметь здоровую техническую базу, для того, чтобы это работало. Да, это такое. Ты уже пошла как архитектор. Чтобы вы понимали, это тоже кристалл. И он растет изнутри. А вот если соединить шесть таких кристаллов, да? Семь. Шесть. Седьмой переход и восьмой переход. То есть восемь получается, да? Для того, чтобы пойдет следующая игра. Как-то так.